народ всем привет прямо сейчас нахожусь на одном замечательном острове которые когда-то хотели взять по свой контроль некоторые государства такие как турция греция и великобритания но в этом выпуске друзья я вам покажу самые красивые и удивительные места этого замечательного острова в общем друзья как всегда присаживайтесь поудобнее с вами как всегда колян и это у нас кипр погнали друзья сейчас я хочу дать вам свою рекомендацию и сразу скажу что это не реклама я думаю вы все прекрасно понимаете что сейчас деньгах нуждаются абсолютно все и вы и я в том числе тем более когда на создание такого ролика я потратил просто кучу сил времени и денег а монетизации как вы понимаете сейчас на ютюбе уже нет поэтому у меня есть для вас отличное предложение я являюсь клиентом альфа банка уже больше 10 лет и сразу еще раз повторюсь это не реклама это просто моя личная рекомендация так что предъявить вы точно мне ничего не сможете это видео кстати даже ни с кем не согласовал но я посчитал что нам всем будет от этого выгодно и сейчас объясню почему значит друзья внизу в описании под этим видео есть моя реферальная ссылка при оформлении по ней любой банковской карты которую вы сами выберете вы просто так гарантированно получите 500 рублей на свой счет но я вам друзья рекомендую оформить не какую-нибудь там кредитную карту и и я вам рекомендовать не могу потому что ей нужно уметь грамотно пользоваться а вот обычную бесплатную дебетовую карту от альфа банка я могу вам смело рекомендовать это лучшее решение что было и до сих пор остается на банковском рынке и вот почему первое она бесплатная всегда и без каких-либо условий плюсом вы просто так от меня получаете 500 рублей на свою банковскую карту второе за все покупки вы просто так получаете кэшбэк реальными деньгами которые потом можно просто перевести себе на рублевый счет ну и третье эту карту вам доставят абсолютно бесплатно в любое место там где вам будет удобно так что друзья всем рекомендую моя ссылка будет в описании переходите и проверяйте ну а сейчас погнали к сегодняшнему выпуску для того чтобы начать наше сегодняшнее путешествие по острову кипр для начала я хочу вам рассказать небольшую предысторию а также несколько фактов об этом острове кипр это третий по площади и третий по населению остров средиземном море фактически остров поделен на две части так называемую северную и южную часть кипра северная часть острова принадлежит туркам киприотам а южная греко киприотам но об этом я вам расскажу немного позже население острова кипр около одного миллиона человек из которых примерно 300 тысяч живет на турецкой стороне и да кстати на кипре проживает примерно около 40 тысяч наших соотечественников что касаемо местного населения проживающего на южной части острова то они тут все очень дружелюбные добрые позитивные и всегда готовы помочь любому в трудной ситуации кальмары осьминоги каламары первым делом когда мы только прилетели на кипр мы решили сразу же арендовать автомобиль вот такой вот друзья мой автомобиль арендовали надеюсь то что за эти 10 дней у нас не будет таких приключений и мы сдадим этот автомобиль в целости и сохранности знаете как по мне так тут есть несколько интересных вещей которые будут непонятны обычному туристу который первый раз будет на этом острове первое основной язык киприотов это греческий но тут многие знают и английский и некоторые даже русский если что а второе это то что на дорогах установлено левостороннее движение поэтому в автомобилях руль находится с правой стороны у нас руль то с правой стороны на пересесть все теперь можно ехать вообще исторически так сложилось что кипр когда-то был британской колонией поэтому то до сих пор остается левостороннее движение но и менять на самом деле этого никто не планирует потому что уже и так все привыкли британскому наследию помимо левостороннего движения относится стандарт электропитания здесь используются вот такие вот интересные вилки несмотря на то что кипр считается европой также тут до сих пор по всему острову есть военные базы великобритании и на свою территорию они конечно же не пускают теперь думаю отсюда понятно сразу почему многие люди проживающие на этом острове знают английский язык как свой родной ведь когда-то кипр попал под оккупацию великобритании есть еще один странный для меня момент эта валюта ведь основной валютой на острове считается евро но так было не всегда дело в том что в 2004 году кипр вошел в состав евросоюза и несмотря на это шенгенская виза тут вам будет не нужна на кипр оформляется так называемая про виза которая разрешает находиться только на этом острове и оформляется на буквально за несколько дней через интернет и в отличие от шенгена она бесплатная вообще в 60-е года кипр а точнее город фамагуста сейчас это считается город призрак стоял в одном ряду с такими курортами как сан тропе порта финна и майами его туристический квартал вароша завоевал особую популярность начале 70-х годов когда сюда приезжали популярные мировые звезды но в 1974 году на кипре началась война турция оккупировала часть острова так как хотели забрать себе популярный туристический кусочек с лазурными и бесконечно красивыми пляжами турецкая армия атаковала кипр с помощью авиации и наземных войск из-за чего многие люди были экстренно эвакуированы а все что у них было осталось брошенным в городе призраки фамагуста вся эта война на кипре была остановлена международной организацией объединенных наций по принципу эта часть территории не достанется никому после этих военных событий остров был разделен на четыре части большая часть острова контролируется властями республики кипр населенной в основном этническими греками немного меньшая территория досталась турецкой стороне самопровозглашенной турецкой республики северного кипра населенная в основном этническими турками между этими двумя государствами есть буферная зона которая контролируется организации объединенных наций. Но и помимо всего на Кипре еще со времен Британской империи остались военные базы, которые функционируют до сих пор. Несмотря на вражду в прошлом, сейчас турки-киприоты и греки-киприоты живут относительно мирно. Движение между двумя частями острова свободное при наличии паспорта и легальной визы Республики Кипр. Стоит отметить тот факт, что пересекая турецкую границу, действие страховых полюсов прекращается, как медицинских, так и страховок на автомобиль. При возвращении с северной части острова может быть проведен таможенный досмотр. Во-первых, это граница, а во-вторых, цены на товары на турецкой стороне существенно ниже, чем на южной. Привоз осуществляется только через территорию Турции. Город Фомагуста, который когда-то был самый популярный на Кипре, контролируется турецкими войсками. Город полностью пустой. В этих домах сейчас по-прежнему можно встретить мебель и личные вещи местных жителей того времени. Конечно, многое было украдено мародерами, окна зданий были разбиты вандалами, что-то было даже разрушено. Но, что удивительно, тут до сих пор можно встретить заброшенные автомобили на улице безлюдного города. Сейчас же самым популярным курортом на Кипре считается Айенапа. Я уже тут отдыхал, поэтому решил и в этот раз остановиться в проверенном месте. Я, в общем, друзья, отдыхаю уже на Кипре третий раз. Первый раз был в Айенапе, второй раз в Лимассоле и сейчас третий раз снова в Айенапе. Первая моя поездка за границу была именно Кипр и мы здесь отдыхали в отеле Адамс Бич. Вот такой вот был пятизвездочный отель. У меня осталась от него карточка, потому что мы просто уехали и забыли эту электронную карту отдать на ресепшене. Спустя 9 лет я хочу прийти и сделать это, отдать карточку обратно на ресепшен. Айенапа это действительно потрясающе красивое место, которое является единственным курортом республики Кипр, на котором поверхностный слой пляжей состоит из белого привозного песка. В остальных курортах, таких как Пафос, Лимассол и Ларнака, пляжи состоят из темного вулканического песка, но там тоже по-своему красиво. Айенапа привлекает всех туристов своей тусовочной атмосферой, ну и конечно же самым популярным пляжем Нисси. Тут действительно очень большой и красивый пляж, а вода имеет кристально чистый бирюзовый цвет. Вокруг везде беленький песочек. Ну и самое крутое, это мелководье. Поэтому даже пройдя несколько десятков метров от берега, вы все еще будете по пояс в воде. И детям тут отдыхается не хуже, чем взрослым. Я думаю, именно поэтому многие пляжи республики Кипр награждены голубым флагом Евросоюза за экологическую чистоту и развитую инфраструктуру. В этот раз мы остановились в отеле немного попроще. Да, это не 5 звезд, но этот тоже хороший. Тут красивая территория, классно кормят. Находится он возле Луна Парка, ну или если проще сказать, в самом тусовочном месте, где полно баров, ресторанов, клубов, аттракционов и много других развлечений. Ну а мы тем временем продолжаем путешествовать по всей южной части острова, в поисках интересных приключений и красивых мест. Посмотрев наше видео до конца, у вас будет полный гайд по самым красивым и популярным местам острова Кипр. Все эти локации можете искать в приложении Maps.me по названиям в этом фильме. И первая наша остановка это мост влюбленных. Это красивое место, которое обязательно нужно посетить всем. Сюда приезжают не только влюбленные пары и молодожены, чтобы сделать себе красивые фотографии, но и обычные туристы. Некоторые даже проводят тут свадебные церемонии. Мост представляет собой скалу, которой природа придала оригинальную форму, без малейшей помощи человека. Одна часть моста влюбленных стоит на берегу, а вторая уходит в море. Вода здесь красивого бирюзового оттенка и весь этот необычный ландшафт никого не оставляет равнодушным. Фотографии на мосту получаются просто эффектными. Ну а мы тем временем поехали дальше. Ой, черт, опять забыл. Руль-то справа. Ехать нам, правда, долго не пришлось, потому что одним из главных мест в списке достопримечательностей Кипра являются морские пещеры. Ну или по-другому пещеры пиратов, которые находятся буквально в пяти минутах езды на автомобиле от моста влюбленных. Эти пещеры привлекают большое количество тех же влюбленных, желающих встретить тут закат. И да, тут тоже проводятся незабываемые свадебные церемонии. Вообще на острове Кипр, куда ни глянь, везде проходит какая-нибудь свадьба. Так что привыкайте, я об этом скажу еще не раз. По легенде, когда-то давным-давно эти пещеры принадлежали средиземноморским катарбандистам и пиратам, которые прятали в своих убежищах награбленное золото и сокровища. Пираты выбрали это место не напрасно, ведь подобраться к этим пещерам можно только с моря. Лично я вам рекомендую приезжать сюда рано утром, до толпы других туристов, потому что тут есть одна очень популярная пещера, в которой открывается красивый вид на море, прям как из окна. А вот, кстати, и пираты. В следующем популярному месту ехать также недолго, потому что все эти локации находятся друг за другом. И как видите, пиратский корабль уже здесь. Это мыс Грека, ну или по-другому Кава Грека или Капа Грека. Все называют по-разному, но любой вариант будет правильным. Мыс находится на юго-восточной стороне и является окончанием бухт Фомагусты и Аянапы с южной и восточной сторон. Административно это место относится к Аянапе, поэтому добраться сюда не составит никаких проблем. На самом краю мыса находится маяк, обнесенный оградой и относящийся к территории английской военной базы. Поэтому доступ к такому красивому виду, к сожалению, закрыт. Я хотел запустить тут свой дрон, но в приложении мне так и было сказано, что это военная база, хотя многие гиды говорят, что это просто радиовышки. Но на самом деле, возможно, это сразу два в одном, поэтому не будем рисковать, посмотрим с другого ракурса. Вообще, это место привлекательно тем, что тут находится сразу много интересных локаций. Туристы назвали мыс Капогрека самым романтичным местом на Кипре. Он привлекает всех своим превосходным пейзажем и очень чистым морем. Вот получается, на наших машинах дворники находятся с правой стороны, а с левой стороны поворотники. А здесь получается наоборот, я вот всё время путаю. Также на территории мыса находится церковь Ая Анаргири. Она выполнена в классическом греческом стиле и открыта для всех желающих. Тут можно охладиться в тени от палящего солнца, передохнуть или просто попить святой воды из питьевого фонтанчика. Ну и наконец-то тут я могу запустить свой дрон, чтобы снять один из самых красивых своих полётов. Давайте посмотрим, оно того стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а сейчас, друзья, мы приехали в местный супермаркет и я вам сейчас покажу цены. Сетевые магазины Lidl считаются как одни из недорогих на Кипре. Поэтому мы решили по пути заехать в город Протарас, чтобы закупиться продуктами и взять себе небольшой перекус. Свежевыжатый сок по меркам Европы стоит относительно недорого. Но давайте всё-таки посмотрим цены на стандартные продукты, которые обычно продаются в любом супермаркете. Цена за маленький сок 100 мл составляет от 2 до 4 евро. Молоко в среднем стоит от 1,5 до 2,5 евро за литр. Чипсы Lace стоят 1,5 евро, а чуть больше за упаковку уже 2,40. Принглс выходит даже дешевле. Газировка Pepsi или что-то подобное стоит 80 евро центов за баночку 0,33. Макароны Barilla 1,5 евро. Соус 2,95, а вот Heinz со скидкой стоит 3,60. Хорошие шампуни известных марок стоят от 3 евро. Глядя сейчас на наши нынешние цены в продуктовых магазинах, кажется, что не так уж и дорого. А зарплаты на Кипре раза в 3-4 больше. Но сейчас идёт речь не об этом, давайте посмотрим цены на продукты в других магазинах. Бананы обойдутся вам по цене 2 евро за 1 килограмм, виноград 4,10, помидоры 3,40, огурцы 1,20, лимоны обойдутся в 2,90, при том, что на Кипре они растут практически на каждом углу. Лук стоит 1,35 евро, инжир 5 евро за килограмм, манго бразильское 4,85. Яблоки обычно стоят от 2 до 4 евро в зависимости от сорта. Хлеб на острове стоит в среднем по 2 евро, но он тут и по размерам больше, чем наша обычная булка. По алкоголю тут уже смотрите сами, озвучивать я не буду. Есть довольно много хорошего мороженого по 2 евро, а фруктовый лёд будет стоить в 2 раза дешевле. Цена, кстати, на фрукты в частных лавочках не намного дешевле, чем в магазинах, да и сомневаюсь, что по качеству они будут лучше. Скорее всего везут их с одного места. Ну и заодно вот вам средние цены на блюда в ресторанах и местных тавернах, выбирайте то, что вам больше понравится. Стоит также отметить, что на Кипре есть некоторые кафе и рестораны, которые начинают работать с обеда, а некоторые вовсе открываются только с вечера. Многие магазины и банки не работают в среду после обеда и весь день в воскресенье, а в рабочие дни работают только с 8 до часу и с 3 до 7 часов вечера. Так, друзья, короче, набрали мы продукты, плюсом набрали ещё подарочки всяких разных. Вышло это у нас, знаете, на скобки, сейчас вам скажу, вот такой вот серый чек на 39-10 евро. Ну, то есть, короче, практически 40 евро. Вот так вот. Так, ну что, друзья, мы решили остановиться в городе Протарас, решили взять себе перекус. Вот такие вот сэндвичи. Плюсом ещё зашли в кофейню Starbucks. Вот там вот видно значок, логотип компании. Сейчас покушаем, перекусим. Ещё взяли по булочке и поедем уже дальше покорять местные красоты Кипра. Не выезжая из города Протарас, мы посетили церковь пророка Ильи. Она находится на высоком холме, откуда открывается живописная панорама на местные окрестности. И чтобы сюда подняться, нужно преодолеть 170 ступенек. Церквушка действительно выглядит как очень историческая, но на самом деле её отреставрировали в 80-е. А вот изначально, более 600 лет назад, на этом месте была построена деревянная церковь. Но в 18 веке её уничтожил пожар. Стены внутри церкви оформлены в соответствии с византийским стилем. И обратите внимание, что все эти свечки можно взять абсолютно бесплатно всем желающим. Церковь существует на пожертвованиях, поэтому при выходе можете оставить столько, сколько считаете нужным. Территория у храма ухоженная. Тут везде растут оливковые деревья, кедры. И благодаря этим насаждениям тут сохраняется прохлада, что очень важно летом. А ещё тут есть дерево желаний. Согласно легенде, это дерево способно осуществить любую мечту, главное искренне об этом попросить. И украсить веточки лентой. На обратном пути мы решили заправить автомобиль, чтобы посмотреть ещё одно интересное место в окрестностях Айанапы и под вечер вернуться обратно к себе в отель. Это место называется Церковь Святой Феклы. Небольшая красивая церковь, которая расположена на живописном берегу моря. И рядом с этой церковью расположен одноимённый пляж, который практически всегда пустой. Удивительно, но в этот день мы попали на свадебную церемонию. И вы только посмотрите, сколько тут машин. Это всё гости, которые приехали на свадьбу. Вообще, изначально, когда-то давным-давно на этом месте располагалась только маленькая пещерная часовня, куда местные жители приходили почтить память Святой Феклы. В эту часовню можно попасть и по сей день, спускаясь от современной белоснежной церкви к почти безлюдному пляжу. Новая церковь была построена уже в наши дни. А вот старинные иконы, украшавшие пещерную часовню, к сожалению, были похищены во время турецкого конфликта в 74-м. В настоящее время часть из них хранится в монастыре апостола Варнавы на северном Кипре, неподалёку от города Фомагусты. Субтитры подогнал «Симон» В общем, мы решили не мешать местным проводить свадебную церемонию и отправились обратно к себе в отель, потому что на следующий день нам предстоял ещё более долгий и интересный маршрут. Ну что, друзья, продолжается наш местный трип по Кипру. Сегодня второй день. Мы поедем на очень интересное место, где затонул когда-то корабль. Это место сейчас такое очень популярное среди туристов. Плюс мы посмотрим на то место, где выходило, точнее, откуда выходило, по легенде, Афродита из Бенной Морской. Субтитры подогнал «Симон» Короче, друзья, мы сейчас ехали до бухты Афродиты и в итоге не доехали, потому что там дорога перекрыта. Я вам сейчас покажу, чтобы вы посмотрите. Короче, нас навигатор вёл-вёл-вёл по дороге и привёл вот в такое вот место. Там стоит КПП. Нам сказали, что туда нельзя ехать. Видимо, там делают дорогу, потому что грузовые машины стоят. Вот. А мы свернули с этой автомагистрали. По факту нам надо было ехать дальше. Ну, зато здесь очень-очень красивый вид. Продолжение следует... Чёрт, камеру-то я забыл. Многие из вас, наверное, сейчас могут спросить, сложно ли ездить по левостороннему движению. Я вам так, друзья, скажу просто, что, скорее всего, наверное, нет. Это больше непривычно. Потому что все знаки находятся с левой стороны. У тебя руль находится с правой. Это действительно такой непривычный опыт. Для меня было очень-очень таким странным, когда я встретился с круговым движением. То есть тебе нужно ехать как бы не направо, а налево. Но на самом деле ничего страшного в этом нет. Если ехать спокойненько, не знаю, 40 км в час, ну, понятно, что не по трассе, а по городу, то, в принципе, нормально вы будете за всеми автомобилями впереди ехать просто спокойно и всё. То есть ничего страшного здесь нет. Автомобили, сдаваемые в аренду туристам, имеют отличительную особенность. На них установлены красные номера. Поэтому, если вы видите автомобиль с такими номерами, то, скорее всего, там сидит такой же турист, как и вы. Полиция тут передвигается на достаточно крутых автомобилях. И маловероятно, что вы вообще когда-нибудь с ними встретитесь, так как тут низкая преступность. Но в любом случае лучше ничего не нарушать, так как штрафы тут очень большие. И да, кстати, если вы вызвали такси и за вами приехал шестидверный Мерседес, то не удивляйтесь, это нормально. Тут все такси такие. А вот и та самая бухта Афродиты. По легенде, именно в этом месте богиня любви и красоты родилась из пены морской. По некоторым поверьям, если тут нырнуть, то можно омолодиться. Однако, глядя на количество пожилых туристов на пляже, это поверье, мне кажется, работает уже не так стабильно. Бухта Афродиты расположена неподалеку от города Пафос. И несмотря на его пафосное название, это обычный маленький городок с населением чуть менее 50 тысяч человек. Но тем не менее, этот город включен в список всемирно-культурного и природного наследия ЮНЕСКО за счет своей истории и природы. Итак, следующее, друзья, что я хотел бы вам рассказать, это по поводу транспорта, который здесь можно арендовать на Кипре. Вон, смотри, короче, впереди, с собакой едет. Этот автомобиль, получается, у нас Mazda Demia, это, по-моему, 2018 года выпуска, если я не ошибаюсь. Она нам стоила на 2 дня 102 евро. В принципе, цена нормальная. Можно было взять машинку еще ниже эконом-класса, она бы стоила 96. Ну, мы так подумали, что там совсем прям были бы простые машины, старенькие, 2012 года, типа Nissan Note, что-то такое. Вот мы решили доплатить нам сколько? 6 евро, по-моему. Вот так вот, друзья. Далее мы заправились бензином до полного бака и отправились в один из самых сложных маршрутов. Далеко-далеко. Или, точнее, высоко. Далее объясню, почему. По пути вдоль трассы растет много разных фруктов. Нам попадались грейпфруты, инжир, виноград. Едешь и прям душа радуется. А теперь объясняю, почему мы едем высоко. Дело в том, что мы отправились в горы Тродос. Это самая крупная горная система острова Кипр. Самая высочайшая точка находится на отметке 1952 метра над уровнем моря. Тут вообще мощные виды. Все выше и выше поднимаемся. По расстоянию ехать вроде бы немного. Но из-за серпантина и различных шпилек, где нужно поворачивать аж на 180 градусов, дорога кажется очень долгой. У некоторых даже начинает кружиться голова. И чтобы вам продемонстрировать сложность этой дороги, посмотрите на этот таймлапс. Все, наконец-то мы приехали. Горы Тродос популярны на Кипре своими курортами. Но перед посещением рекомендую взять с собой что-нибудь теплое, так как тут очень прохладно. Ну а зимой на горе Олимп вообще открыт горнолыжный курорт. Вы только представьте себе, на теплом острове есть снег. Круто, не правда ли, да? В этих горах также есть национальный лесопарк, в котором можно погулять или отправиться на велосипедную прогулку по маршруту в 10 километров. А еще в горы Тродоса ежедневно поднимаются тысячи паломников, чтобы посетить древние монастыри. Один из самых известных считается Кикский монастырь, или по-другому монастырь Кикас, который был основан в конце 11 века византийским императором и построен на высоте 1140 метров над уровнем моря. И в этом монастыре вот уже практически тысячу лет хранится животворящая икона Святой Богородицы. Проехав еще немного вверх на автомобиле, мы поднялись на смотровую площадку, откуда открывается просто шикарный вид, особенно с высоты птичьего полета. Продолжение следует... Также в этом месте стоит памятник Макариусу, первому избранному президенту Республики Кипр после того, как остров получил полную независимость от Великобритании. Далее мы начали потихонечку спускаться с гор, чтобы успеть приехать до заката на нашу последнюю на сегодняшний день запланированную локацию. Это одно из не особо популярных, но очень интересных мест на Кипре, которое находится неподалеку от города Пафос. Знакомьтесь, это 83-метровый грузовой корабль Эдра-3, который лежит на морских скалах под углом около 12 градусов уже более 10 лет. 8 декабря 2011 года судно должно было доставить груз из Лимассола на греческий остров Родос, но из-за штурмовой погоды сразу же село на мель, не успев даже выйти в открытое море. Буксировка данного судна для владельца оказалась нецелесообразной и очень дорогой, поэтому корабль так и остается, как одно из мест достопримечательностей Кипра. И да, на это место лучше всего приезжать на закате. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас на нашем конечном маршруте, на обратном пути уже встряли в пробку. Короче, на острове, оказывается, здесь тоже есть пробки. На следующий день в 10 утра мы отправились на морскую экскурсию от Айанапы до Фомагусты, чтобы посмотреть на все те же красивые места, которые мы посетили в начале этого видео, но только со стороны моря. Ну и плюсом развлечься, потому что это весело, и снять для вас дополнительно красивые виды. Билеты на экскурсию лучше всего покупать заранее, чтобы забронировать себе места. Мы покупали в самом порту у гидов Санта-Напа, так как это выходит дешевле, чем в местных офисах. По цене обошлось 15 евро с человека, включая обед. Эта экскурсия увлекательна тем, что вы будете делать остановки у моста влюбленных, пещер пиратов, у мыса Капогрека и так до самой Фомагусты. В Фомагусте вы, конечно, даже и близко не подплывете, так как там есть буферная зона, пересекать которую нельзя, согласно международным конвенциям. Ну, в принципе, можем и наверх пока что попробовать. Давай посмотрим, что будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На обратном пути вас обязательно покормят. И вот так вот выглядит обед. Две куриных ножки, картошечка, салатик и два кусочка хлеба. Напитки приобретаются отдельно за свой счет. Вообще, я считаю, что это отличная экскурсия, особенно за свои деньги. За 15 евро вы тут достойного точно ничего не возьмете. Все остальные экскурсии будут стоить намного дороже. А тут вы получаете экскурсию на кораблике вдоль морского берега, с красивыми видами до самого вечера, да еще и с питанием. Красота! Всем большое спасибо, что были сегодня с нами. Санкт-Петербург, всем хорошего отдыха. Мы также надеемся выйдем в следующем году. Вечером после экскурсии мы решили сходить на ужин в один из лучших ресторанов с морепродуктами. Здесь обязательно стоит побывать. Это моя рекомендация. Это международная сеть ресторанов Ocean Basket. И тут вполне адекватная цена на мизе с морепродуктами. Вот заказали вот такое вот плата, называется. И здесь вот стойка морепродуктов. Плюс у меня есть еще картофель фри. Рис. Где-то был. А где, кстати, рис? Я не вижу. Представим, я взяла еще вот такую вот медиу. И взяли вино. Ну и поскольку на Кипре официально есть казино, я, так сказать, после ужина решил отправиться туда на экскурсию. И тут у нас возник спор. Мы не пойдем в казино. Мы выиграем. Мы не будем тратить деньги. Мы пробуем. Нет. Нет, не стоит. Этого не стоит делать. Нет. Я не советую. Пошли. Нет. Опять я вас иди не выиграю. Мы с этого ничего не выиграем, поверьте. Мы выиграем 10. Так все начинающие игроманы говорят. Так говорят те, кто делает ставки на казино. Нет. Мы не пойдем. Мы пойдем сидеть в номер и отдыхать. Пошли попробуем. Нет, мы не будем. Мне стыдно. Пошли. 5 евро это копейки. Мы только опозоримся там. Условно? Слушай, условно? То есть ты готов уже и большую сумму потратить? Нет. Мы не будем тратить больше. После проверки документов нас, конечно же, туда впустили. Но снимать не разрешили. Я посчитал, что в таком случае там делать нечего и через пять минут мы отправились к себе в отель. Я всегда мечтал поплавать под ночным открытым мемом. Острожает. Бодрит, да? Да, холодно. Вообще, напоследок, я хотел бы сказать следующее. Это мое первое, самое большое и сложное видео за всю жизнь. Я старался сделать его с душой. Поэтому, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях свои впечатления. Потому что должна быть хоть какая-то ответная реакция. Все, что вы можете сделать для меня, это просто отблагодарить за этот выпуск, который я сделал для вас. Сейчас же, сами понимаете, такое время, когда многие люди в состоянии неопределенности, а кто-то даже в депрессии. Поэтому, чтобы вас хоть как-то немного отвлечь и развлечь, я сделал свой пускай и коротенький, но на мой взгляд почти полный фильм про Кипр, который обязательно в будущем рекомендую посетить всем. Ну и самое главное, старайтесь как можно больше путешествовать. Оно того стоит. Редактор субтитров А.Семкин